Строительный процесс в активной фазе. Новый консервный завод начнет свою работу уже этим летом. Приглашенный специалист, врач-травматолог, нейроортопед Георгий Чибиров продолжает помогать маленьким пациентам. Увековечение имени просветителя фамильным фондом Джоевых переиздана книга «Пура Джоев». Новый консервный завод, строящийся в Южной Осетии в рамках инвест-программы, планируют сдать в эксплуатацию уже летом текущего года. Завод будет производить продукцию из собственного сырья и позволит трудоустроить более 200 человек. Стройматериал доставляется своевременно. Работа ведется активными темпами. Подробности у Анжелы Кукоевой. Сжатые сроки, а если точнее, уже летом будет дан старт работе консервного завода. Сейчас на площадке идет строительный процесс. Рабочие занимаются монтажом металлоконструкций. Всего территория производства на складских помещений завода займет порядка 5000 квадратных метров. Люди работают, они разбиты по бригадам, по сменам. Площадка находится под уклоном. Перепад по высоте между верхней границей и нижней составлял порядка 13 метров. И нам очень много пришлось отсыпать земли. Каждый день на стройке трудится более 40 рабочих и несколько единиц специальной техники. На объект стройматериал поступает своевременно, что позволяет увеличивать темпы выполняемых работ. Кроме того, в республику уже доставлена и часть оборудования. Оборудование уже поступает. Котельная, трансформаторная подстанция вместе со всеми комплектующими. Руководство будущего завода ранее озвучило, что будет оборудовано несколько цехов, в том числе первичная обработка и консервная линия. Выйдя на полную мощность за сутки, комбинат будет перерабатывать 360 тонн продукции. Здесь стоят три линии по переработке. Это значит косточковая, яблоко и тому подобное. Вторая линия это тыква и кабачки. И третья линия это алыча, семечковые, косточковые. Консервы будут выпускаться, соответственно, значит и варенье, одемы разных наименований. И консервация типа баклажан, фасоль, ну и много чего. Будет использоваться как привозное, так и местное сырье. В перспективе снабжать производство собственной плодовошной продукцией. Есть уже в аренде площадь сада порядка 60 гектаров. Еще планируем 200 гектаров. И соответственно будем потом расширяться. Это значит и вот что у нас растут в лесах. Это щеповник, это дичка, яблоко. Потому что может она внешне не очень красиво выглядит, но по вкусовым качествам она опережает намного то, что выращивается интенсивным садоводством. Как добавил Поростаев, в планах реанимировать яблочный сад рядом с заводом. Рабочие уже приступили к обрезке сухих веток. Запуск завода позволит местным фермерам, занятым выращиванием овощей, реализовывать урожай. Вот как раньше было при советской власти, что постараемся открыть заготовительные конторы во всех населенных крупных пунктах, где население будет сдавать по какой-то уже определенно фиксированной цене. Им не надо будет думать, как его привезти, в чем его привезти. Мы это все организуем, и они будут на месте получать свои деньги. Еще одним большим плюсом запуска предприятия является создание новых рабочих мест. Нам нужны технологи по переработке пищевой продукции. И мы можем, соответственно, стимулировать этих студентов, даже доплачивать стипендию, чтобы они вернулись сюда. Минимально 70. Если на полную мощность будем работать, соответственно, это уже только по переработке 150 человек. Ну, не считаем, соответственно, вот те люди, которые это будут привозить, которые будут связаны с логистикой, потом с дистрибуцией и тому подобное. Учитывая производственную мощность предприятия, выпускаемая продукция будет реализовываться не только на местном рынке. Продукцию с указетинской торговой маркой будут продавать и на территории Российской Федерации. В планах руководства завода – открытие торгового дома в России. Анжела Кукуева, Али МБТ, Вера Схавребова. Информационный выпуск сегодня. Приглашенный специалист, уроженец Южной Осетии, врач-травматолог, нейроортопед Георгий Чибиров продолжает оказывать медицинскую помощь маленьким пациентам. Совместно с югостинскими коллегами проводятся сложные хирургические операции. Проводится обследование детей республики. Также детям республики квалифицированную помощь оказывает еще один приглашенный специалист – детский кардиохирург Заза Хугаев. За несколько дней врач успел принять более 70 больных. Стелла Бязрова продолжит тему. Подготовка к очередной операции – перед ней обязательные дезинфекционные мероприятия. Врачам предстоит провести сложные хирургические манипуляции, учитывая и то, что пациент – 12-летний мальчик. Из-за врожденной вальгусной деформации стоп ребенок прикован к инвалидной коляске. Исправить дефект и поставить мальчика на ноги взялся приглашенный специалист – уроженец Южной Осетии, врач-травматолог нейроортопед Георгий Чибиров. Этот диагноз установил нам именно Георгий Мирабович. До этого я обращалась ко многим и ортопедам, и во Владикавказе. Но вот он просто визуальным своим осмотром сделал заключение и сказал, что он подлежит операции. Георгий Мирабович обещает, что он, конечно, не обещает полностью встанет и пойдет, но, по крайней мере, он обещает, что вертикализации это поможет. И таких детей с разными патологиями конечностей, как оказалось, в республике немало. Консультации были проведены в конце января. Чибиров наблюдал пациентов с ДЦП, генетическими патологиями и аномалиями развития головного мозга. Большинству из них потребовалось хирургическое вмешательство, которое и проводит сейчас нейроортопед. Всего будет проведено более 15 операций разной сложности. Начинаем операционную сессию. Уже начали, по сути, операционную сессию недельную. Планируется 14-15 операций. Двум пациентам, помимо этого, будем выполнять индивидуальное изготовление туторов на нижней конечности. Ну и консультации. Пока в отделении хирургии Чибиров проводил операции, в поликлиническом отделении проходил консультативный прием еще одного приглашенного специалиста. Детский кардиохирург Заза Хугаев тоже уроженец Южной Осети. Он периодически приезжает на родину и проводит бесплатные консультации. За несколько дней врач успел принять более 70 маленьких пациентов, страдающих заболеваниями сердца. Это все практически врожденные пороки сердца. Разные сложности. Диагнозы от открытого артериального протока заканчивают сложными врожденными пороками сердца, такими как единственный желудочек сердца, двойное отхождение магистральных артерий от правого желудочка, тетрада фолло, значит, с разными степенями сложности операции, которые уже приходят постоперационные. И мы всех ведем, и всех знаем. Каждый ребенок у нас на учете, и про каждого ребенка мы знаем практически все. По словам Хугаева, многим пациентам требуется высококвалифицированная медицинская помощь. Все они будут направлены в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Одна из лучших клиник России не раз принимала пациентов из Южной Осетии. С 16 по 18 января было проконсультировано около 70 человек. Из них 55 было детей разных возрастов, которые мною тоже, многие из них, практически 70-80% были проконсультированы мной, и точнее Людмила Ираклина и мной. Мы в 2012 году, и мы их ведем вместе с ней уже долгое время. Из них практически все, кто требовали хирургического вмешательства, были вывезены за пределы Южной Осетии, прооперированы и возвращены обратно. Врачи-выходцы из Южной Осетии объединились и создали хирургический клуб, главной целью которого является безвозмездное оказание врачебной помощи. Это уже второй выезд хирургического клуба в нашу республику. Хочется выразить огромную благодарность, во-первых, президенту Южной Осетии, Ивану Эдуардовичу Гоглоеву, пожелать ему здоровья, счастья и радости, потому что нам всем очень приятно здесь находиться. Всегда было приятно, но когда создаются условия такие, чтобы человек приезжает и понимает, что тебя слышат, что ты нужен, что то, что ты делаешь, тебе это нужно. И это очень-очень хорошо и правильно. Хирургический клуб – это команда врачей из разных отраслей медицины. Благодаря клубу высококвалифицированная медицинская помощь стала доступней для множества пациентов. Георгий Чибиров и Заза Хугаев планируют и дальше приезжать в Южную Осетию и по возможности приглашать других специалистов узкопрофильной направленности. Стелла Бязарова, Рауль Кочиев, Вера Цхабребова. Информационный выпуск сегодня. Строительный процесс многоквартирного дома в поселке Знауэр подходит к завершению. Основной фронт работы объекта, строящегося в рамках инвестпрограммы, практически завершен. Удалось облагородить и территорию вокруг дома. Сдача в эксплуатацию намечена на весну 2024 года. Тему продолжит Алена Уттаева. Завершается строительство многоквартирного дома в поселке Знауэр. Как отметил исполнительный директор строительной фирмы «Престиж» и налбепи, в основной фронт работ на объекте практически завершен. К возведению корпуса строители приступили в марте прошлого года. Сейчас работает на заключительном этапе. В ближайшее время рабочие бригады приступят к поклейке обоев. Практически я 90% росту. Медаграмм, божор, и хреста, обуйца, ламинат, но сам прибор, то сабинайте сварим. Строительство было запланировано в рамках инвестпрограммы. Проект 18-квартирного жилого дома включает 2-х и 3-х комнатные квартиры. Строители параллельно выполняют работы и по благоустройству территорий вокруг дома. Территория заасфальтирована. Осталось только обустроить зелёные зоны. По информации исполнительного директора стройфирмы, сдача в эксплуатацию многоквартирного дома намечена на весну текущего года. Алена Утаева, Заур Устаев, Зарима Рсоева. Информационный выпуск сегодня. Фамильным фондом Джоевых переиздана книга «Пора Джоев». Автор – заслуженный деятель науки Ирина Бегулаева. Книга посвящена видному общественно-культурному деятелю Осетии конца XIX – начала XX веков священнику Христофору Джоеву. В годы советской власти он участвовал в создании музея краеведения в Южной Осетии. Основал в Цхинвале педучилище и был первым его руководителем. Фамильным фондом Джоевых переиздана книга «Пора Джоев». Это ещё один способ увековечить память просветителя-ретензента одного из первых учредителей педагогического училища в Цхинвале и одного из основателей музея краеведения Южной Осетии «Пора Джоева», отметили однофамильцы. Автор книги «Заслуженный деятель науки» лауреат государственной премии имени Костахи Тагурова Ирина Бегулаева. «Пора Джоев». «Пора Джоев» Сегодняшние представители фамилии Джуоевых гордятся тем, что в конце 19 века, в начале прошлого столетия, пора Джуоева называли движущей силой в становлении и последующем развитии остинской литературы и публицистики. Многие представители фамилии, в особенности старшие поколения, хорошо знакомы с биографией Пура Джуоева. Он родился в селе Цзау в 1873 году в многодетной семье. Помимо его активной деятельности в литературных и культурных мероприятиях, благодаря чему остинская литература и публицистика получила все большую популярность, однофамильцы часто пересказывают историю о встрече Пура Джуоева с Николаем II. Я зубом, подчеркник Николу, горжистым машинизм. Ма дуга мэй роздавангурен рейдеттый, чия рэшчинь, каима фенбалдженец. Ма бухаскуеттый, пуроэн. Ма пуроэлку фэр фенбалдима Николоку бухастый. В книге подробно описаны эпизоды из жизни и творческой деятельности общественного деятеля, первого цензора-сборника Костахи Тагурова Иронфендер, о его работе в газете «Нокцарт», выходившей в 1907 году. Пура Джуоев являлся цензором и многих пьес, которые ставились на сцене остинского любительского драм-кружка. Он рецензировал остинские журналы «Овсир Хуратен». Об этом известном остинском общественно-культурном деятеле национальной телекомпании «Осетия» и «Рестон» снят и документальный фильм «Цензор и патриот» Пура Джуоев. Продолжение следует... Пора Джоев много сделал для продвижения осинской словесности. Его преданность к культурным ценностям сделали Джоева важной фигурой в мире науки. Агунда Губозова, Регина Черткоева, Аида Кочиева. Информационный выпуск. Сегодня. В честь Дня защитника Отечества в детской библиотеке прошел Патриотический вечер. Ее начитатели подготовили стихотворения, посвященные защитникам Отечества, а также приняли участие в викторине. Добрые пожелания звучали и в адрес бойцов, участвующих в специальной военной операции. Эльвира Тибилова расскажет подробности. Патриотический вечер ко Дню защитника Отечества собрал в детской библиотеке учащихся школ республики, представители сферы образования и культуры. Организаторы мероприятия отметили, что важно помнить и знать национальных героев, павших за свободу родной Осетии. Почитать ныне здравствующих воинов, которые в разные годы отстаивали право на независимость. Почитать ныне здравствующих воинов, которые в разные годы отстаивали право на независимость. Юные читатели детской библиотеки зачитали стихи, посвященные защитникам Отчизны Великой Отечественной войны, братьям Гоздановым, герою Советского Союза, летчику-истребителю Шалику Кузаеву и многим другим. Субтитры создавал DimaTorzok Собравшиеся минутой молчания почтили память всех павших героев, защитников Отечества. Кадеты зачитали стихи современных остинских поэтов, посвященные защитникам Отечества, воинам национально-освободительной борьбы Южной Осетии с 1989 по 2008 год. Школьники также приняли участие в викторине. Вопросы касались государственных атрибутов нардского эпоса Великой Отечественной войны, новейшей истории Южной Осетии. Прозвучали пожелания и в адрес тех, кто сегодня сражается против фашизма, принимая участие в специальной военной операции. Сегодня на фронтах СВО в составе различных подразделений и в качестве добровольцев участвуют тысячи осетин, а сотни погибших воинов на сегодняшний день значатся в обеих частях Осетии. Учитывая численность нашего народа, это большая цифра, отметил литературовед поэт Сергоплиев. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Подрастающие поколения должны чтить традиции народа и память героев, отметил замминистра культуры Григорий Мамиев. Он также пожелал учащимся быть достойными памяти предков. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Директор детской библиотеки Алла Джоева отметила вклад юго-остинских ребят, героев, которые в разные периоды защищали интересы северной части Осетии, Абхазии и сейчас участвуют в СПО. Наши нации осетины – это генетические войны. Организаторы вручили участникам вечера памятные подарки. Эльвира Дибилова, Алимбетев, Азария Марсоева. Информационный выпуск сегодня. Сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике Яснах в Знаурском районе днем плюс 10, ночью минус 1. В Цаусском районе днем 7 градусов тепла, ночью минус 3. В городе Квайса днем плюс 4, ночью минус 3. В Ленингорском районе днем 7 градусов тепла, ночью нулевая температура. В столице республики Вцхенвале днем 8 градусов тепла, ночью минус 1. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!